Израиль и Турция в ближайшие дни могут восстановить дипломатические отношения, которые были прерваны пять лет назад. Формальным поводом для конфронтации в 2010 году стал инцидент с так называемой флотилией Свободы. Напомню, тогда израильский спецназ взял штурмом корабли из Турции при попытке прорвать блокаду сектора Газа. В результате погибли 9 человек, после чего Анкара и Иерусалим отозвали своих послов. Однако сегодня, на пике кризиса в турецко-российских отношениях, президент Эрдоган ищет пути возобновления отношений с еврейским государством. Представители двух стран уже провели предварительные консультации. О чем договорились Анкара и Иерусалим, узнаем у моего коллеги Евгения Савы, который присоединяется ко мне из КНЕС. Это Женя, добрый вечер, и вам слово. Добрый вечер, Лиза. Тема возможного потепления отношений между Израилем и Турцией, это одна из тем, которую активно здесь, в КНЕС обсуждают и пытаются показать не только преимущества, но и недостатки возможного возобновления в полную меру отношений, в полную силу, как это было до 2009 года. Подробности встреч, которые на прошлой неделе были в Швейцарии между новоизбранным главой внешней разведки МОСАД Йоси Койном, который, кстати, до сих пор занимает пост главы Совета по национальной безопасности, и представителями турецкого президента, становятся известны как раз в эти дни. Известно, что стороны пришли к неким договоренностям. Во-первых, Израиль настаивает на том, чтобы турецкий парламент провел как можно скорее закон, который запретит подавать иски от имени турецких граждан против офицеров, которые принимали участие в захвате судна «Мави Мармара» во время флотилии в мае 2010 года. Турция также, опять же, по тем сообщениям, которые поступают, вроде бы согласилась закрыть штаб группировки «Хамас». Я напомню, такой штаб действует на территории Турции, и это очень сильно мешает израильскому руководству. Ну и в вопросе послабления блокады сектора газа также может быть достигнут компромисс, однако пока эти подробности не публикуются. И вы знаете, вот эти сообщения, эти утечки в пресс уже вызвали недовольство некоторых политиков, в частности, экс-министр иностранных дел Виктор Либерман говорит, что ущерб будущему соглашению уже нанесен. И вот что он заявил в интервью нашему телеканалу. Мы, к сожалению, до того, как достигли какого-либо соглашения, уже слили все в прессу. И, конечно же, ущерб, который нанесли мы сами своей болтовней, до того, как что-то действительно подписано, уже трудно переоценить вот этот ущерб, который нанесен нашим отношениям с Грецией, с Кипром и с Египтом. Лиза, будет ли достигнуто соглашения с Турцией, пока сказать сложно. Другой теме, которая также здесь занимает многих политиков, это предстоящий визит президента Украины Петра Порошенко, который буквально в эти часы прибывает в Израиль. Завтра у него намечены здесь очень серьезные переговоры с руководством Израиля, с президентом Рувеном Ривленом. И здесь, в Кнесте, сегодня можно было встретить некоторых представителей украинской делегации. Нужно подчеркнуть, что для Петра Порошенко это первый официальный визит в статусе президента. Он приезжал в Израиль до того, как он был избран и даже встречался со своим другом, как он отметил, Авигдором Либерманом. Сейчас все официально, сейчас будут встречи. И по словам Георгия Лагвинского, депутата Верховной Рады, который входит в официальную делегацию, которая уже находится в Израиле, для украинской стороны этот визит более чем важный. Израиль и Украина это страны, которыми это очень много общего. Самое главное, это что Украина в свое время инвестировала большое количество самых высоких своих драгоценностей, это наших людей в Израиль. И сегодня, наверное, президент приезжает за возвратом инвестиций. Возвратом в виде кооперации между нашими странами. Это экономические договора, которые мы планируем подписать. Развитие аграрного совместного деятельности, аграрного бизнеса. Хай-тека. Это взаимопонимание в сфере безопасности. Поэтому, если мы имеем общие взаимопонимания, то нам легче найти в мировом сообществе, во-первых, поддержку Израиля, которую он очень сильно потерял в последнее время, в связи с увеличением исламского лоббирования и давления, в том числе и в Европе. Лиза, ну, еще одна тема, которую также нельзя обойти стороной. Она, по крайней мере, одна из главных новостей здесь в Израиле. Предстоящий досрочный праймерис в партии Ликут. Об этом сегодня заявил Бениамин Итаньягу. Он намерен провести уже на следующей неделе решение о досрочных выборах лидера партии Ликут. Они, возможно, пройдут 23 февраля. И, вы знаете, это заявление дало повод многим здесь в Кнесте говорить о подготовке лидера Ликуда и премьер-министра Итаньягу к досрочным парламентским выборам. Когда они состоятся, пока здесь сказать более чем сложно. Лиза? Спасибо, Евгений. Мой коллега Евгений Сава об отношениях Турции и Израиля, а также визите в еврейское государство президента Украины. Продолжение следует...